Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Нинецкого округа Игорем Кошиным, в ходе которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Напомню, 2 мая президент подписал указ о создании арктических территорий, куда вошел Нинецкий автономный округ. Игорь Кошин доложил президенту, что по итогам первого квартала регион имеет положительную динамику развития экономики. Она обеспечена в том числе и налоговыми поступлениями от недропользователей и добычей углеводородов. 80% доходов окружного бюджета – это непосредственно нефть. Глава округа сообщил, что со всеми крупными недропользователями сегодня обновлены соглашения об их активном участии в социально-экономическом развитии. Совместно с партнерами в регионе строится порядка 10 объектов. 4 детских сада, 6 школ и активно идет жилищное строительство. Регион развивается. На Ринмаре завершилась встреча стран-членов Арктического совета при участии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а также губернаторов арктических регионов. Всего на международную встречу в столицу Нинецкого округа приехало около 200 человек. К этой теме мы вернемся в конце нашего выпуска. Самые массовые за последние несколько лет совместные учения в Арктике прошли в Печорском море. Спасатели отработали навыки в районе ледостойкой нефтяной платформы «Приразломная». Причем использовали все средства – корабли, вертолеты, самолеты и другую спасательную технику. Операция разворачивалась как в море, так и на берегу. За происходящим на воде и суши наблюдали участники арктической конференции, которая в эти дни проходит на Ринмаре. К ней присоединилась и наш корреспондент Ирина Цепетова. Первый пункт в маршрутном листе – Варандейский нефтяной отгрузочный терминал. В его прибрежной зоне располагается межпромысловый нефтепровод протяженностью 158 километров, насосная станция, вахтовый поселок и другие инфраструктурные объекты. Делегация же посетила диспетчерскую, энергоцентр и резервуарный парк нефтяного комплекса. Перед вылетом на следующий объект – морскую ледостойку нефтедобывающую, платформу «Приразломная», обязательный инструктаж и экипировка, гидрокостюм. Платформа расположена в Баренцевом море, в 60 километрах от берега. Здесь делегация стала свидетелем поисково-спасательных учений. Учения в акватории Печорского моря прошли под руководством заместителя министра транспорта Виктора Олерского. Список участников обширен – ФСБ, МЧС, Минобороны и Минтранспорта, Росвиация, компании «Газпром», «Лукоил» и «Совкомфлот». В учениях задействовано 7 единиц воздушного транспорта, 9 кораблей и катеров, около 500 человек личного состава. Сообща они отработали поиски спасания людей, терпящих бедствия в море, оказание помощи аварийному судну и ликвидацию разлива нефти в результате аварий танкера. Стоит отметить, что платформа «Приразломная» – единственный в России проект по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики. Первая партия нефти, добытая на «Приразломной», была отгружена на танкер в апреле этого года, а уже в мае Нинецкий округ пошел в состав Арктической зоны России. «Вы знаете, самое важное, наш регион – часть нашей огромной страны и часть государственной политики и построения Арктики. Мы приложим все усилия для того, чтобы сделать наш регион не просто арктическим по названию, а арктическим по сути. Для этого мы сегодня рассматриваем несколько таких основных проектов, направленных в первую же очередь на инфраструктурное развитие. У нас очень хорошее местоположение, у нас очень хорошая география, у нас очень хорошие возможности. Мы просто обязаны это использовать». О потенциале Нинецкого округа и страны в целом участники делегации будут говорить на конференции, посвященной обеспечению устойчивого развития Арктики, в рамках которой регион и принял такое большое количество гостей. «Что касается значимости конференции, на мой взгляд, Наримар становится местом, где высказываются различные точки зрения о будущем развития Арктики. Вот это важно. И важно, что происходит обмен мнениями. Это такой некий сплав науки, бизнеса и государства для выработки, собственно, политики в освоении Арктики». В завершении учений делегация осмотрела платформу и посетила Центральный пост управления, где и осуществляется контроль и управление процессами добычи, подготовки и транспортировки арктической нефти и газа. Ирина Цепедова, Сергей Качегов, телеканал «Север», Печорское море. Навигационные технологии в жизни Арктики. Российские ученые в Наримаре представили свои уникальные разработки, которые в будущем должны обеспечить безопасную работу в условиях вечной мерзлоты. Впрочем, многие из представленных на выставке проектов уже задействованы и давно используются во всем мире. Например, персональный аварийный радиомаяк. С виду небольшой прибор, который имеет большие возможности. Вместе с участниками арктической конференции разработки увидела мой коллега Олег Катанзейский. Вот на выставке представлено аварийное оборудование Международной системы поиска. С помощью этих приборов по всему миру уже спасено около 35 тысяч человеческих жизней. Разработки ракетно-космической корпорации используют российская авиация, морской флот и поисково-спасательные службы. Впрочем, есть приборы индивидуальные для туристов, альпинистов и охотников. Одна из новых разработок – это вот данный маленький маяк, который весит всего 250 грамм. Но независимо в каком регионе вы нажмете аварийную кнопку, сигнал будет доведен и координаты места расположения будут определены с точностью до нескольких метров. Изделия проходили испытания на Северном полюсе. То есть они могут работать в самых сложных климатических условиях и уже в ближайшее время их могут начать использовать в нашем регионе. Чуть дальше расположилась площадка Северного Арктического Федерального Университета. Они являются одними из организаторов международной встречи – зарубежные гости, которые приехали на форум – давние партнеры вуза. И на сегодняшний день мы стали мощным хабом, который позволяет собирать в одном месте крупнейших специалистов российских и зарубежных для реализации образовательных программ и проведения совместных научных исследований, включая экспедиционную деятельность. В состав САФУ сейчас входит 15 различных вузов, две трети из которых готовят кадры для работы в условиях Крайнего Севера. Словом, каждый университет имеет свою арктическую особенность. Например, Институт нефти и газа готовит специалистов для добычи углеводородного сырья в высоких широтах и на шельфе. Институт строительства и архитектуры занимается строительством и разработкой новых конструкций для возведения их в условиях вечной мерзлоты. Кстати, интересный факт. Платформу «Приразломная», которая находится в акватории Печорского моря, в свое время строили выпускники САФУ. А вот еще одна площадка. Здесь работают специалисты Санкт-Петербургской компании «Транзас». Они занимаются тренажерными комплексами для моряков по всему миру, в том числе и России. Например, во время учений на платформе «Приразломная» их разработки также были использованы. Эту ситуацию мы полностью отразили на нашей системе моделирования нефтеразливов. С учетом силы средств, с учетом, соответственно, реальных действий в метеоусловии, мы сможем прогнозировать и представлять информацию для оценки действий оперативного штаба. Мы готовы к Арктике и готовы вместе с Арктикой, соответственно, вступить в технологическое развитие и помочь развивать этот комплекс. Среди гостей выставки – заместитель министра МЧС России Александр Чуприян. Он, как и все остальные, от разработок в восторге. Ведь в будущем они должны помочь сделать Арктику безопасной. К тому же первые достижения уже есть. Во время учений в Печорском море всеспасательные службы доказали просторы Крайнего Севера под надежной защитой. Вообще, ни одним министерством и ни одним ведомством решить все проблемы в Арктике невозможно. Поэтому, когда происходит плановое мероприятие в виде учений, подготовки, то мы оттачиваем пути, методы, способы реагирования, оперативного реагирования. Ну, оценку поставил вчера Николай Платонович Патрушев. В принципе, отозвался положительно. Но силы средств МЧС России тоже принимали в них участие. Александр Чуприян напомнил, наш регион стал первым, где появился Арктический аварийно-спасательный центр. Накануне там побывали гости форума. Заместитель сказал, что за его развитием наблюдает все министерство МЧС. Цель проста. В общем, одним словом, все нацелено на то, чтобы Арктика была полной безопасности. Олег Танзийский, Антон Бодряков, Сергей Качегов, Телеканал Север. Еще одна миссия международной встречи – сблизить между собой участников и показать важность сохранения коренного населения Севера. Чтобы познакомиться с самобытностью народов Ненецкой земли, участники Арктического форума отправились в семейно-родовую общину «Вы». В этнографическом стойбище гости приняли участие в коме, ненецких обрядах, а также отведали блюда национальной кухни. Три километра от города – и вот участники уже в совершенно другом мире – самобытном и колоритном. Чумы, олени, шаманы, ненецкие обрядовые танцы и песни. И пусть слова ненецких песен им непонятны, атмосфера и энергетика артистов сделала свое. Представителя делегации из Индии Рубджиана Карджи удивить танцами и песнями, казалось бы, невозможно, ведь в его стране красочные фестивали проходят практически круглый год. Но увидев пляски шамана и коми-хороводы, мужчина был поражен. Мне очень понравилось. Я благодарю за то, что меня пригласили в этот чудесный город. Благодарю за то, что мне представилась такая возможность увидеть все это своими глазами, прочувствовать культуру. Оленеводческое стойбище – наглядный пример того, что любовь к своей малой родине и сохранение традиций – важная часть развития региона. Кстати, вопросы поддержки коренных и малочисленных народов Севера – одно из направлений Международного арктического форума. Я вижу, что регион развивается. Мы очень рады, что здесь и в части поддержки традиционного рода пользования многое делается. И оленеводство – такой устойчивый и важный сегмент экономики в хорошем состоянии. Гости поучаствовали в обряде поклонения Солнцу, повязали ленточки на дерево желаний, отведали сырую оленину и рыбу, а также просмотрели представления на ненецком языке. От увиденного все без исключения остались в восторге. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Мы продолжим наш выпуск через несколько секунд. Хоть весь город обойдешь, лучше мяса не найдешь. В ООО «Мясопродукты» заходи, и ты поймешь. Служит наша колбаса украшением стола. И тушенка хороша для картошки и борща. Дома, в школе, на работе, на природе, в огороде и в компании друзей. Вместе с нами веселей! Всегда свежая и вкусная продукция ООО «Мясопродукты». База «Строитель» реализует пиломатериалы длиной 4,6 метров. Цемент, фасовка по одной тонне и 50 килограммов. Газосиликатные и пенополистирольные блоки. Металл в широком ассортименте. Утеплитель плитами и рулонами. Панеру, сухие смеси, эмали, водоэморсионную краску и многое другое. Магазин. Поселок Качгард. Улица 60 лет октября. Дом 30. Торговый отдел. Улица Заводская. Дом 2. Вход с торца. Второй этаж. Склад находится на территории лесозавода. Телефоны для справок 8 911 654 1315 и 8 911 556 0425. Продолжаем выпуск. Учить водителей будут по-новому. С 11 августа вступят в силу долгожданные программы обучения будущих водителей. Напомню, в апреле этого года удостоверение стало выглядеть по-другому. На карточке увеличилось число категорий с 9 до 16. После нововведения многие автолюбители столкнулись с одной общей проблемой. Новые категории вроде как есть, но обучиться на них пока негде. Без нового документа российские автошколы до сих пор не имеют права обучать будущих водителей, желающих получить право новых категорий или подкатегорий. Например, категории М, которая дает право на управление мопедами и скутерами. Они появились еще осенью прошлого года, но так как программ не было, и, соответственно, получить права на них было невозможно. С 11 августа водителям скутеров, у которых прав нет вообще, придется идти в автошколу, либо расставаться с железным конем. Причем сдавать на категорию М можно только с 16 лет. Важно, для всех кандидатов, которые учатся в автошколах сейчас, ничего не изменится. Они будут доучиваться по нынешним программам. Новые будут осваивать те ученики, которые придут в автошколы после вступления в силу приказа Министерства образования страны. Ряд памятников археологии, датируемых эпохой Мезолита до раннего Средневековья, был обнаружен на озере Салендейты. В состав археологической группы вошли работники Нинецкого краеведческого музея и Института языка, литературы и истории Коми. Целью 10-дневной экспедиции стал поиск древних стоянок и поселений в районе озера. Это озеро Салендейты находится в районе в бассейне реки Печора, примерно в 65 километрах от Наринмара. Стоянка Салендейты-3 была образована примерно в IX-X веке, в 65 километрах к востоку от Наринмара. Ее случайно обнаружили местные жители. В ходе раскопок группа археологов нашла большой очаг с остатками древней глиняной посуды и костями животных. Люди же здесь жили не постоянно, а приходили на лето. Об этом свидетельствуют скопление фрагментов посуды именно в одном месте у очага и отсутствие металлических предметов. Скорее всего, их уносили с собой, объясняет участник экспедиции. Скорее всего, люди туда приходили и на одном и том же месте, например, в летний сезон они жили какое-то продолжительное время, готовили пищу на этих очагах. Ну и в зимний период они, скорее всего, уходили из этих мест. В этом походе археологи вышли на новый уровень. И если раньше они находили вещи, которые не представляли особой значимости для науки, то в этот раз находки дают качественное понимание об арктической археологии. Сотрудники Нинецкого краеведческого музея научились забивать раскоп, защищать стенки и отбирать пробы. Молодого белого медведя на улицах поселка Усть-Кара обнаружили местные жители. За помощью администрация округа обратилась к экспертам Всемирного фонда природы. Руководитель медвежьего патруля Виктор Никифоров рекомендовал напугать животное и прогнать его. Он отметил, что усыплять и вывозить медведя в тундру нельзя, поскольку тогда он опять придет в поселок. По словам главы поселения Евгения Амеличкина, несмотря на то, что в природе это очень опасный хищник, к жителям Усть-Кара он отнесся довольно спокойно. Ходил в черте поселка, среди домов, среди людей, не боялся. Людям агрессию не проявлял, только по отношению к собакам. Нормально себя вел. Был потому, что не большой медведь, а медвежонок. Два-два с половиной года. Технику отгоняли, старались не навредить и не напугать сильно. Отогнали за черту поселка. Он там еще был какое-то время, но потом через определенный промежуток времени он ушел. Больше он у нас пока не появлялся. Но было, конечно, очень интересно. Заходил даже на крыльцок люди, лапами упирался в двери, кому-то в окна. Вел себя так совершенно дружелюбно. Ни люди, ни имущество, ни сам зверь не пострадали. Судя по его неосторожности, это действительно был молодой и неопытный зверь, заглянувший в поселок из любопытства. Люди подходили к нему вплотную, фотографировались, на что хищник не обращал внимания. В последний раз необычного гостя заметили уплывающим в Карское море. Напомню, в Наринмаре завершилась встреча стран-членов Арктического совета при участии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а также губернаторов арктических регионов. Подробности в нашем следующем сюжете. Гостей города познакомили с Наринмаром, Варандейским терминалом и морской ледостойкой нефтяной платформой «Приразломная». Второй день встречи полностью посвятили обсуждению вопросов развития Арктики. Говорили о поддержке коренных малочисленных народов Севера. В России создана мощная база в этом направлении. Примечателен опыт Ямала, где коренное население прирастает, и кочевники вовсе не рвутся из тундры в города. Мы стараемся, конечно, уйти от простых денежных гатаций. То есть мы больше, наверное, создаем человеку удочку, создаем рабочие места. И этим самым, наверное, максимально... Ну, у нас не только, наверное, среди коренного населения. Статистика такая на сегодня. На одного безработного 20 вакансий. Обсудили глобализацию в Арктике, разработку шельфа и экологические риски, связанные с этим. Замминистра связи России Дмитрий Алхазов объявил, что ориентирование на северном морском пути больше не связано с огромными рисками. Сейчас вся магистраль покрыта навигационными спутниками. Ограничения начинаются только выше 80-го градуса северной широты. Это подтвердило исследовательское судно Михаил Сомов, пройдя путь от Архангельска до мыса Челюскин. Подводя итоги конференции, Николай Патрушев отметил необычный состав участников. Вместо пропустивших встречу Соединенных Штатов, в Наринмар прилетели делегации сразу четырех стран, которые в Арктическом Совете носят статус наблюдателей. Это особенность четыре страны. Еще это Китай, Индия, Корея и Сингапур приняли участие. И, на мой взгляд, это очень правильно, потому что те доклады и выступления, которые они сделали, представляли серьезный интерес. Одним из самых интересных участники сочли доклад чрезвычайного и полномочного посла Сингапура, госпожи Ксенг Хуалим. Республика претендует на звание финансовой и интеллектуальной столицы Юго-Восточной Азии. В городе-государстве высокоразвит банковский сектор, образование, инфраструктура, связи. Кроме того, Сингапур – один из крупнейших мировых портов, что само по себе подразумевает активность судостроительной и судоремонтной индустрии. И речь не просто о сухогрузах и танкерах. Арктические суда на экваторе строить тоже умеют. К примеру, многофункциональный ледокол «Варандей» собран на сингапурских верфях. Мы можем предоставить технологии для освоения Арктики. Сингапур – самый технологически продвинутый регион в Юго-Восточной Азии в части судостроения и судоремонта, постройки специализированных судов и корабельного оборудования. Неизгладимое впечатление на гостей произвела платформа «Приразломная». Это первый шельфовый арктический проект такого масштаба. Он гораздо нагляднее иллюстрирует присутствие Российской Федерации в Арктике, чем тысяча пограничных столбов. Но важно то, что там у людей правильное настроение. Они делают хорошее дело, делают его на хорошем уровне, с высочайшим качеством. Это то, к чему стремится и направляет нас один из указов президента – создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Там они есть, там они созданы. Когда говорят о шельфовых ресурсах, неизбежно затрагивают тему экологии в Арктике. Советское наследие в виде испорченной, а местами уничтоженной природы тундры – в далеком прошлом. Для нашей страны шельфы и экология связаны неразрывно. Ресурсы Арктики – это моральная дилемма. Мой вопрос – какой может быть полная цена, которую придется заплатить за освоение Арктики в региональном масштабе и в глобальном? Ответ на этот вопрос хорошо знают нефтяники. Они вкладывают огромные средства в проекты по изучению и охране биологического разнообразия в высоких широтах. «Газпром» и «Роснефть» неоднократно заявляли о готовности считаться с экологическими рисками, даже если это существенно повысит стоимость буровых и геолого-разведочных работ. Своего рода психологический итог встречи подвел Игорь Кошин. Он поделился с журналистами мыслями, которые пришли в голову во время визита на приразломную. Мы очень многое можем, но в последнее время почему-то стесняемся этого. Не надо бояться амбициозных проектов, проектов, нацеленных, прежде всего, на развитие нашей страны. Итог форума. Арктика будет освоена международными усилиями. Лучшие специалисты и инновационные технологии на фоне бережного отношения к арктическим ресурсам. Все это дело не завтрашнего дня, а уже сегодняшнего.